Денис Буянкин гордится своим прадедом. В годы войны он служил военным фельдшером. Есть фотографии, документы. С ними правнук и пришел в МФЦ. Сотрудник центра отсканирует их и все данные разместят теперь на сайте бессмертного полка. Он был награжден орденом Великой Отечественной Уны 2-й степени. Ну, сейчас его в живых, конечно, нет, но очень хочется, чтобы память о нем осталась. То есть бессмертный полк, я считаю, что это очень-очень ценный ресурс для будущих поколений. Ежедневно сотрудники МФЦ принимают все летописные материалы, относящиеся к Великой Отечественной войне. Причем к акции присоединились центры мои документы во всех районах города. Любой житель нашей страны может обратиться в многофункциональный центр, предоставив фотографии, материалы о своих погибших родственниках и, своими словами, передать историю, которую специалисты МФЦ разместят на официальном сайте полка РФ, посвященном бессмертному полку России. Все материалы, принесенные заявителями, будут отсканированы, размещены в соответствующем портале и подлинники возвращены заявителю. Пока желающих не так много, потому что можно зайти на сайт бессмертного полка и самостоятельно оставить данные о погибших на войне или выживших родственниках. Те же, кто не имеет такой возможности, могут обратиться к любому сотруднику МФЦ, чтобы история своей семьи осталась не только в памяти, но и в архиве для будущего поколения страны. Елена Авсецова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Это Россия, это Россия. Это Россия, это Россия.